54 человека утонули в Нижегородской области с начала лета. Такую печальную статистику приводит МЧС. В числе погибших оказались и дети. Случаи гибели на воде стали практически ежедневными. И, как правило, трагедии происходят на необорудованных местах купания, где нет спасателей и медицинских пунктов. Но опасность есть и на легальных пляжах. Поэтому на воде важно соблюдать несложные правила. Самое главное не пить, был трезвым. Приходить всегда трезвым купаться. Это самое основное, я считаю. Больше нет никаких подразумеваний. Не заплывать далеко. Более пристальное внимание спасатели уделяют детской зоне. На пруду Боровом для ребят оборудовано специальное место с буйками. Купаться приходят как школьники, так и малыши. Спасатели, медицинские работники сразу замечают одиноких детей без сопровождения родителей. Таких ребят работники пляжа отправляют домой. Главные дети, я считаю. У нас есть детская зона. Я смотрю больше за детьми. Детишки маленькие, они прыгают и пытаются куда-то проплыть. Родители тоже всегда не могут за ними следить. Поэтому я постоянно слежу с детьми. Это основная моя работа, моя основная направление, чтобы следить за детьми. Человек также может утонуть из-за теплового или солнечного удара. При возникновении каких-либо симптомов и недомоганий сразу обращайтесь к медикам, которые дежурят на пляже. Спасатели еще раз обращают внимание горожан, что купаться следует только на оборудованных местах, где в случае опасной ситуации вам смогут помочь. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Светлана Ярунова, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова